Приветствую вас, друзья! С вами Людмила Мельник. Тема нашего занятия – «Как создать группу в социальной сети «Одноклассники». Для этого у вас должен быть открыт аккаунт, ваша страничка. Я сейчас нахожусь на своей страничке и буду открывать группу. Итак, из вкладок мы выбираем «Группы». Как видите, здесь перечисляются группы, в которых я состою. А сейчас я буду создавать свою группу. «Одноклассники» нам подсказывают два варианта. Первый вариант – «По интересам», второй – «Для бизнеса». Я выбираю второй вариант. Здесь можно дать больше информации. и можно установить внешние ссылки. Поэтому заходим в эту вкладку. Это краткий вариант. Добавим «Указать контактную информацию». То есть чуть-чуть больше информации можно будет добавить. Итак, начнем. нам нужно дать название. Я заготовила сразу информацию, чтобы не занимать время. Вот так будет выглядеть наше название. Дальше. Описание тоже небольшое. Постарайтесь максимум информации дать в этом описании. В принципе, можно дать информацию до 250 символов. Поэтому постарайтесь как можно подробнее описать то, чем вы будете заниматься в этой группе. Дальше. Тип деятельности. Выбираем компанию. Категорию. Давайте компьютеры и IT. Поскольку мы в интернет, и будем говорить об интернетах в технологиях. «Город». Можно выбрать город, где вы живете. Я попробую вставить интернет. Если пропустит, то будет именно так. Адрес, телефон на ваше усмотрение. Еще один момент, на котором я хочу остановиться, это мой сайт. Людмиламильник.ру Ссылку на который я хочу поставить. Далее можно загрузить картинку. Давайте попробуем. Я выбрала такой легкий вариант. Все это можно потом изменить. И нажимаем «Создать». Мы не знаем о таком населенном пункте. Поэтому придется ввести город, в котором я живу. Город Николаев, Украина. И неправильный адрес сайта. Тоже вариант. Давайте попробуем убрать HTTP. Вот наша группа создана. Что еще мы можем сделать? Вы видите, что есть наш адрес. Ссылка на внешний сайт. И вот мы рекомендуем сделать. Посмотрите, что еще мы можем добавить. Картинка загружена, галочка. Тематика указана. Можем указать контактные данные. Это вы можете посмотреть, уже сделать тогда, когда… В процессе работы. Далее вы можете пригласить друзей. Создать свою тему. Добавить ключевые слова. Вот на чем я хотела бы остановить еще ваше внимание. Добавить ключевые слова. Для того, чтобы вас могли найти. То есть, ключевые слова – это те слова, по которым вас находят. Давайте вставим. Продвижение в социальных сетях. Сохраняем. И посмотрим, как в «Одноклассниках», насколько актуальна эта тема. Итак, есть 8 групп. Вот моя группа, только что созданная. И посмотрим, что остальные группы нам говорят. Итак, «Продвижение в социальных сетях», «Продвижение», «295 участников», «141», «143», «1», «1», «1». То есть, поле просто непаханное работы, как говорится, непочатый край. Поэтому открывайте группу и начинайте свое продвижение в социальных сетях. Я вам желаю успеха. Заходите на мой сайт людмиламельник.ру И до новых встреч в эфире!